Принимать продуктовые карточки станут не только торговые сети, но и рынки, ярмарки, объекты нестационарной уличной торговли и частные магазины. Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Юфтухов считает, цель такой программы не накормить голодающих, а дать возможность малоимущим приобрести свежие и качественные продукты. Правда, принимать карты все объекты торговли будут только при условии, что у них есть система эквайринга, то есть приема карточных платежей. И далее выпуск продолжат другие новости в три строки. Ракету, которая осуществит первый старт с космодрома Восточный, отправят из Самары в Амурскую область уже 6 сентября. По плану, путь она должна преодолеть за один день. Кстати, Роскосмос намерен наверстать отставание от графика и совершить первый запуск в космодром Восточный до конца 2015 года. Уже после 2018 года россияне смогут бессрочно выбирать вид пенсии. Если право выбирать фонд для управления пенсионными накоплениями предложено сделать бессрочным, то менять выбранный фонд граждане смогут не чаще, чем раз в пять лет. К традиционному английскому языку с пятого класса добавится еще один иностранный. Такое новшество прописано в образовательных стандартах, вступившись в силу с первого сентября. Однако введение второго иностранного будет происходить постепенно. У школы есть право самостоятельно выбрать год обучения, в котором появится новый предмет, и количество часов на его изучение. Выставка Амур-Экспо-Форум-2015 попала в шорт-лист регионального этапа национальной премии в области событийного туризма. Финальные мероприятия регионального конкурса данной премии начнутся 18 сентября и пройдут в Владивостоке. Амур-Экспо-Форум-2015 также внесли в план мероприятие Минвостокразвития России по продвижению инвестиционных возможностей Дальнего Востока. Ожидается, что это повысит узнаваемость выставки не только в России, но и за рубежом, а также привлечет больше участников. Ольга Мироненко, Амурская служба новостей.